Всем привет! Добро пожаловать на мое видео! Сегодня я хочу поболтать о милейшей палеточке, которую я заказала около месяца назад. И я показала в видео покупки Makeup & Glucion, что-то новенького. И это вот такой вот американский публик, Донат называется. Всем знакомы с такой вот формой. Я расскажу об оттенках, качестве, стоит ли эта палетка внимания и поехали. Вся эта линейка такая, знаете, игривая. Я, если честно, не обратила бы внимания вообще на эту палетку, если бы не оттенки. Я обычно заказываю какие-то коричневые, фиолетовые тона, то, что я обычно и ношу. Но сейчас в последнее время такая, знаете, модная тема синих оттенков, голубых. Знаменитая Jeffree Star Blue Blood палетка. Здесь оттенки классные. И зная, что я эту палетку буду использовать не так часто, я решила взять вот такой более бюджетный вариант, о чем я, в принципе, не жалею. Называется Blueberry Crush. Я тоже вставлю картинки с другими вариантами этой палетки, другими оттенками. Вот так она выглядит. Очень симпатичная упаковка. Такая мягенькая здесь. Она пахнет уже сладковато, вкусно, какими-то сладостями выпечкой. Если вам такая игривая тема нравится, то это прямо для вас. Здесь у нас 5 оттенков, достаточное количество продукта. И гамма оттенков, ну, очень-очень умно подобрана. То есть здесь есть, в принципе, все, что нужно для такой яркой палетки. Да, кто-то скажет, я в том числе скажу, что мне не хватает какого-то транзитного, спокойного, матового оттенка. Но, извините, это не тот вариант, это не палетка для всего. Качество. Я в восторге от этой палетки. Она очень классная. Она не на каждый день. Ну и что? Мне очень нравится текстура, качество этих теней. Но не очень такие простые в использовании. И не совсем такие, знаете, легкие в использовании, скажем так. Для любителей таких вот не профи нормально. А профи вообще найдут ей применение. И как с ней обходиться. Давайте начнем с самого такого простого. Со серединки. Это вот такой вот хайлайтовый оттенок. Он с сиренево-голубоватым дуахромом, каким-то отливом. Вот этот оттенок не шиммерный. Я бы хотела, чтобы он больше сиял, больше вот так играл. Он не самому любимый. Я почему-то ждала от него больше. Да, он там переливается. Он такой необычный, очень мягкий, нежный. Он плохо набирается. То есть кистью, я не знаю, вот так вот. Он засаливается немножко. То есть если пальцем постоянно его набирать, он немножко плохо отдает пигмент. Дальше оттенок вот этот возьмем голубой. Он полупрозрачный. Он не такой пигментированный, как бы мне хотелось. Можно, конечно, его наслоить. На консилер как подложку нанести. Он неплохой. Он очень такой мягкий, хорошо тушуется. Можно об уголок вот так на все века нанести, наслоить матовым таким вот эффектом. Можно использовать как транзитный оттенок, что я делала. Он неплох, но он такой, знаете, размытый. Он такой полупрозрачный становится. То есть пигментация здесь не такая, как бы мне хотелось, но его можно наслоить. Дальше, наверное, многих интересует вот этот синий оттенок. Он красивейший. Он настолько красивый. Я люблю его наносить вот так вот пальчиком. Не всеми кистями он наносится. Он такой немножко крошится. Сочки, крошки. Вот я даже не знаю, как вот объяснить. Но если вы их растушуете, немножко вот так стряхнете, то получается красивый оттенок. Конечно же, он не такой, как вот здесь в рефиле. Как его нужно нанести, как его нужно наслоить, чтобы он выглядел именно так. Наслаивая, 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 можно, в принципе, добиться этого эффекта. Очень долго нужно им играть, чтобы вот добиться такого синий-синий-синий смоки, такой индиго. Оттенок, несомненно, красивый, но он непростой. Дальше проблема. Если вы его будете тушевать, 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 он тушуется какой-то грязью, он вытягивается, его невозможно чисто растушевать. Он делает веками аккуратно немножко. В принципе, неплох, но вот он не самый удачный в этой палетке. Давайте перейдем теперь к самым удачным оттенкам в этой палетке. Это вот этот голубой. Боже, какой он красивый. Он настолько мягкий, как маселка. Я его уже расковыряла здесь, поэтому он у меня очень мягкий стал, такой вообще, чтобы крошиться. Но я его наношу, конечно же, только пальцем, либо плоской кистью и, по возможности, влажной. Когда вы его наносите, вот так именно втирая, он необыкновенно красивый. Очень красиво переливается, очень пигментированный, закрывает всю поверхность века, все тени, прикрывает. Прям русалка-русалка. Очень-очень красивый оттенок. Лето, море, что-то такое. И тут я подумала, да, его можно наносить вот в уголок, вытягивать вот это к центру. С многими тенями можно его комбинировать. И тут я начала комбинировать, искать, с какими же тенями его можно сочетать. И это казалось не так просто. То есть он хорошо смотрится с холодными оттенками. Следующий оттенок, который я буду носить и ношу сегодня, он у меня на глазике вот здесь внутри, и на все века его растянуло. Тоже та же мягкая такая чудесная текстура, консистенция. Он очень хорошо наносится. Красивейший сиреневый оттенок. Я его наслаиваю, 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 и он выглядит просто круто. Очень красивый оттенок. И он более сочетаемый, чем вот этот голубой. Его можно использовать с разными оттенками. Вот такие впечатления об этой палетке. Стойкость хорошая. То есть они не скатываются. Они не окрашивают века, кстати. Я смыла обычным бальзамом для удаления макияжа. Очень-очень интересная палетка. Если вам захотелось вот эти оттенки, да, 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 еще раз, да. Но имейте в виду, что пользоваться этой палеткой будет не совсем просто. Пять или шесть евро она стоит. Мне кажется, за эти деньги это качество очень-очень неплохое. Можно сделать прям такие смелые, немножко необычные оттенки. И она неплохая, и я вообще не жалею, что я ее приобрела, эту палеточку маленькую. Надеюсь, что видео показалось вам полезным, и вы решили для себя, нужна вам эта палетка или нет, или захотели вы такие, может быть, оттеночки. Я надеюсь увидеть вас в моем следующем видео. Я вам желаю удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok